Всем привет! Сегодняшний выпуск у нас начнется с подарков. Вот смотрите, вот такой вот переносной мангал-трансформер. Компания Forrester и я дарим два таких мангала. У них даже есть кофры, в котором его очень удобно переносить, брать с собой. Ну, штука занятная такая, знаете, за город поехали, в машину бросили, доехали, развернули. Собирается меньше минуты. Для того, чтобы получить такой мангал, нужно сделать всего лишь парочку простых вещей. Значит, первое, подписаться на мой канал, если вы еще не подписаны. Затем нужно обязательно сделать репост этого видео, ну, где угодно. Хотите в соцсетях, хотите в Телеграме, хотите в Ватсапе. Обязательно написать комментарий к этому видео. Когда мы найдем двух человек с помощью рандома программки, которая и находит, выдаёт имя, мы, соответственно, будем смотреть, сделал он перепост или не сделал. Если не сделал, значит, этот человек не участвует, и мы ищем другого. Итак, с вас репост, коммент к этому видео, а с меня и компанией Forrester два мангала-трансформера. Итак, готовить я сегодня буду голяшки. Голяшки барана, это вообще моя любимая, как бы, тема. Готовить буду на термогриле. Он имеет две зоны. Здесь можно использовать, значит, барбекюшницу, да, с крышкой. А в этой зоне вот есть такая универсальная решетка. Она подходит у нас для чего? Правильно, для казана. Я сейчас ставлю его вот сюда. Это задняя голень барана. Перед тем, как я буду её обжаривать, нужно убрать с помощью салфетки лишние волосы. Как говорят, волосатые ноги иметь сейчас не сезон. Я, конечно, люблю голяшки целиком, даже не срезая никаких плёнок. Это очень вкусно. Жирок можно смазать. Просили простых блюд, пожалуйста. Сегодня будет вообще мега простое и очень вкусное блюдо. Голяшки у меня с рынка. Свежачок. Хотя в Москве сейчас по перебои с бараниной, причём довольно серьёзные. Баран есть, его небольшое количество, но он стал дорогой. Три раза примерно подорожал. Я бы сейчас крышечкой накрыл и ничего бы туда не добавлял. Потому что оттуда идёт аромат такой, что мне кажется, это просто великолепно. Две голяшки у нас будут без кости, а только мякоть. Но это, знаете, для милых дам. Потому что мужчины всё-таки любят погрызть масалыгу. А девочки наши милые, гламурные, они мне, пожалуйста, филешечку. Вот это и будет филе голяшки. Красивое, ароматное. Жирок вытапливается, подтапливается. Значит, отправляем филе вот сюда. Филе голяшки, филе голяшки, филе голяшки. Звучит как что-то романтическое. Значит, нам нужно чуть-чуть добавить масла. Чтобы снизу у нас там происходило обжаривание. Морковку довольно крупно. Так, смотрим, что у нас здесь. И куда морковка. Супер! Процессы, конечно, тут просто шикарные. Самое главное, что мясо, когда такими большими кусками, жарится, потом тушится, остаётся очень сочным, вкусным внутри. Дальше самое важное. Лук. Лук крупно. Вправляем к барану. Блюдо оно будет называться «Баран и лук». История одной любви. Да, всё очень просто. Всё очень брутально. Самое главное, вкусно. Ой, аромат от лука уже шикарный. Параллельно не забываем про соль. Галяшки бараны, конечно, готовятся быстрее, чем говяжьи галяшки. Но всё равно следите за временем, следите за температурой, чтобы ничего не горело. И самое главное, как учили нас в детстве, раздельное питание, наше всё. Белок и овощи. Чеснок. Чеснока довольно много, я его сильно мельчить не буду. Разрежу крупный напополам, мелкий тоже напополам. Острый перчик. Так, на три кусочка. Овощи и голени дадут сок. Всё будет тушиться в собственном соку. Осталось только помидоры. Знаете, у меня здесь килограмм, я думаю, что, наверное, полкило я туда отправлю. Помидорки берите обычные, желательно толстостенные. Чтобы они за первые две минуты не разварились, а таяли и давали свой сок. Я помню, как мой отец говорил, слушай, если помидоры не особо вкусные, не покупай их вообще. Но я живу по другому принципу. Я говорю так, если помидоры не вау, значит, нужно использовать их в тушении. Получается круто. Ну, вот реально. Теперь чёрный перец, вернее, у меня здесь смесь молотого, дроблённого, вернее, трёх перцев. Всё. Ну, как всё, не всё. Крышкой накрываем. Ставлю таймер. Я думаю, что минут за 40 у нас это всё приготовится. Дальше второе блюдо, как я обещал. Оно довольно простое, но мной очень любимое. Я, как поклонник баранины, сегодня попросил на рынке, выбрал прям не очень жирные ребра. И мне их накромсали вот такими полосками. Очень аппетитно. Я их просто дорежу вдоль и не буду резать поперёк. Вот смотрите, нарубленные ребрышки, да, их потом разрезают, нанизывают на шампур и отправляют жариться. Называется шашлык-семечки. Для простоты расчётов и простоты приготовления я предлагаю их не резать, а оставить так. Но учтите, нарёберное мясо довольно волокнистое и, знаете, такое упругое. Его здесь не так уж и много. Да, смотрите, вот есть ребрышки совсем без мяса. А на некоторых мяско побольше, поменьше. Здесь у нас подлопаточная часть болтается, как сосиска. В общем, всё я это складываю сюда. Добавляю лук. Соль. Соль обильна, потому что у нас долго они мариноваться не будут. У меня есть приправка с можжевеловой ягодой душицей. Я чуть-чуть добавлю. Хотя, сейчас многие, наверное, мне скажут, зачем ты портишь вкус баранины, тем более семечек. Ну, слушайте, тут на ваш вкус и цвет. Можете не добавлять. Чуток масла и всё, ничего лишнего. Теперь главное всё это хорошенько помешать. Помешали и 10 минут даём постоять. Пусть слегка соль пройдёт внутрь. Выкладывайте ленточками прямо на решётку. Переворачиваем. Следим, чтобы ничего не подгорало. Ой, какая красота! Казан, конечно, это всегда супер отлично. Супер! Да, что церемонится-то? Глаза разбегаются, какую взять-то салфетку. Вот так. Прям по-варварски. Можно я буду прям по-варварски? Вот так давайте. Горячо-жутко. Мясу прям не хватило минут 10. Оно вкусное, мягкое. Но охота, чтобы сваливалось прям с кости. Вкус потрясающий. Сочетание баранины и томата. Баранины практически не пахнет. Специи, лук. Всё это растушилось. И в этом собственном соку, и в соке овощей приготовилось с баранином. Блин, это просто божественно. Ну ладно. Главное, чтобы семечки ещё не сгорели. Ух ты! Ух ты! Рёбры все торчат! Вы знаете, рёберная часть такая, что её нужно выжаривать хорошенечко. Иначе мясо будет недостаточно, как бы это правильно сказать, недостаточно жёсткое. А оно должно быть здесь именно жёсткое, а не мягкое. Ой, потрясающе! И жир нужно хорошенько вытапливать. Давайте так. Я возьму нож. Порежу. Вот такими нужно мелкими кусочками, потому что семечки. Да почему называть семечки? Ну что их жуёшь, как семечки щелкаешь. Боже, сразу. Блин, вот это, конечно, в жире. Когда жир капает, всё это дымится, горит. Это, конечно, божественно. Божественно. Простите, лучка не хотите. Оп, пару колечек. И обязательно... На семечки добавляем. Обязательно чеснок свежий. Знаете, вот несколько. Есть его всё равно никто не будет. А запах на тёплом мясе дольки чеснока дадут. Пахнуть будет великолепно. Всё, осталось только здесь что? Правильно, немножко зелени. Зелень кладите пучками рядом. Для того, чтобы можно было взять её руками и выбрать то, что хотите. Есть с большим удовольствием. Всё. Ну, в смысле, всё. Я всё приготовил. Мясо. Мясо, огонь. Огонь, мясо. Блин, вот это реально моя любимая штука. Самая любимая штука. Брани, шашлык, семечки. Да. Барани, голяшки. Автомати с луком. И это гриль-обед, гриль-ужин или гриль-завтрак. Кому как. Пока, до новых встреч. А вот как он называется, где-то у тебя должно быть.